Перед началом мартовского заседания городской думы Черкеска приятную миссию выполнил ее председатель, глава муниципального образования Валерий Дедук. В соответствии с его постановлением за профессионализм, значительный вклад в развитие местного самоуправления, активное участие в жизни республиканской столицы и в связи с 25-летием со дня образования городской думы Черкеска, старейшим ее депутатам были вручены почетные грамоты главы города. Такой же чести был удостоен мэр Черкеска Алексей Баскаев, несколько его заместителей. Благодарственные письма получили также сотрудники аппарата и руководители различных отделов мэрии. Перейдя к повестке заседания, депутаты рассмотрели вопрос об утверждении структуры думы муниципального образования города Черкеска. Предлагается утвердить структуру думы города Черкеска в следующем. Глава муниципального образования города Черкеска, председатель думы муниципального образования города Черкеска, депутат, депутат, работающий на постоянной основе, депутатские фракции, по соответствующей депутатской комиссии, аппарат главы и Думы муниципального образования города Шишкеска. В данном проекте решения мы утверждаем структуру в новой редакции. В предыдущей редакции было очень подробно расписано вплоть до специалистов городской думы, но как обычно принято в региональной практике, структура думы утверждается в таком виде, то есть кратко, для этого наша структура, для того, чтобы расписывать каждого сотрудника, для этого в законодательстве предусмотрено штатное расписание. Далее Управление по имущественным отношениям мэрии Черкеска вынесло на рассмотрение депутатов два вопроса. Один о приеме в муниципальную собственность около двух тысяч экземпляров учебной литературы для образовательных учреждений республиканской столицы, а второй о приобретении спецтехники, необходимой для выполнения хозяйственных работ в парке культуры и отдыха «Зелёный остров». То есть была запрошена необходимость приобрести муниципальную собственность, пока показано, конкретное имущество в виде самосвала с трёхсторонней выгрузкой, не нуждающейся в капитальном ремонте. Депутаты также одобрили заключение договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за 16-й и 19-й гимназиями Черкеска. Речь о помещениях, в которых с 2019 года размещается филиал городской детской школы искусств. Дети без отрыва от урочной системы на территории гимназии получают дополнительное музыкальное образование. В гимназии номер 16 занимаем площадь 40 квадратных метров, в гимназии номер 19 – 33,25 квадратных метров. Дети получают музыкальное образование по направлению музыкальное образование, театральное образование, художественное образование и ранее эстетическое развитие. Заключительный вопрос повестки заседания об увековечении памяти нашего земляка, участника СВО Артема Владимировича Зеленского, спецназовца, героически погибшего 15 декабря 2022 года в ходе боя на территории Херсонской области. Ходатайство в Гордуму поступило от коллектива гимназии номер 5 города Черкеска, выпускником которой был погибший герой. Указан президент Российской Федерации от 20 февраля 2023 года номер 96 СС за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга на территории Украины, Зеленский Артем Владимирович был награжден орденом мужества посмертно. До этого военнослужащий уже имел знаки отличия медали за отвагу при исполнении своих воинских обязанностей, поэтому комиссия, рассмотрев все обстоятельства и материалы, приняла решение поддержать инициативу гимназии номер 5 и ходатайствовать увековечении памяти военнослужащего. Мемориальная доска будет установлена на здании школы гимназии номер 5 по улице Ленина 66. Руслан Альботов, Андрей Дорошенко. Итоги недели.